Ну что, дорогие друзья, оказалось, только-только наступил Новый Год, а мне уже приспичило доехать до дачи. Ну, а чё поделать? Придётся сегодня выполнять этот челлендж. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке BIM NG Drive. Друзья, как говорили, великие, бимка никогда не надоест. И, кстати, это первая серия в Новом Году. И, кстати, ещё раз всех с Новым Годом. Я понимаю, что каждый видос поздравляю, но всё-таки, как говорится, много поздравлений не бывает. Друзья, всё, я надеюсь, там ещё салатики какие-то остались, ну или, может быть, новенькие уже приготовились, поэтому берите вкусняшки. Всем приятного аппетита, всем приятного просмотра. Ситуация максимально проста. Новый Год я отмечал в городе и понял, что спустя несколько дней хочется собрать друзей, поехать на дачу, в баньку, попариться. Но вот незадача, вот незадача, чтобы добраться до дачи. Мне нужно преодолеть... Тут, как вы видите, уже дорожно-транспортные происшествия какие-то происходят. Вот... И тут тоже похоже, да? Ну, понятненько, понятненько. Короче, друзья, вот этот самый прямик. Ну, не совсем прямик, но такой. Ну, почти прямик. Почти прямик, который я должен преодолеть на своём Dodge Challenger Hellcat. Ну, самый зимний автомобиль из всех возможных. Ну что, друзья? Включаю драйв и... Мчу. Уже позвонили ребята, сказали, что банька уже запарилась, скипятилась. Ну, я не знаю, просто в баню не хожу. Ну, что-то с ней, короче, произошло и... Ничего не было, я не знаю, я не знаю, может, показалось, но вроде как и ничего не произошло. Итак, друзья, я надеюсь, вы в меня верите. Всё-таки, знаете, хочется, ну, Новый год бывает один раз в году. И хочется это время провести как-то, знаете, весело, поотмечать вдоволь. Поэтому вот сейчас вот быстренько до дачи доберусь, с друзьями посижу немножечко, отдох... Отдохнул. Неприятно. Ну, собственно, вот Challenger с аукциона битых автомобилей, в принципе, как он приехал оттуда, так он туда и может отправляться обратно, друзья. Голос аж сел. Потому что, ну, как вы видите, повреждения, может быть, не супер критичные, но неприятные. И продолжать путь я свой не могу. Ну, конечно, друзья, это был новогодний сон. Конечно же, это был новогодний неприятный сон, который мне приснился. И вот сейчас мне позвонили мои ребята и сказали... Саня, уже всё готово. Шашландос уже на столе, давай скорее. Ну, я как бы послушал их, и, конечно же, друзья, так, аккуратно, с небольшими нарушениями правил дорожного движения. Небольшими, ключевое слово. Чуть-чуть, всё почти в рамках закона. Ребят, я соскучился, если честно, поэтому, поэтому я соскучился, я соскучился по этой... Так, кто-то стоит уже, кто-то врезался. Так, вот не видно ничего, не видно, но думаю... Повезло. Сколько еду-то? Нормально еду. Стрелка лежит. Главное, чтобы я сейчас не лёг раньше времени. Я бы лёг единственное в баньку. Я не хожу в баньку. Ну, туда лучше, чем тут. Согласен тоже. Тоже есть в этом правда, Санёк. Ребят, а Хеллкет-то может? А Хеллкет... А я говорил! А кто подписан на Булкин Драйв, на мой канал второй, да, где автоконтент выходит? Те уже, я думаю, вдоволь насытились Хеллкетиком-то. Я там всё... Ну, там такого, правда, не было, слава богу. Без этого обошлось, как бы. Такого, конечно, не было, но... Держался я сейчас неплохо. Ну что, ребят, признавайтесь честно. Все уже докушали новогодние салатики и всю ту вкуснятину, которая была на новогоднем столе. Или ещё есть запасы. Потому что, мне кажется, самый кайф сейчас ещё поваляться на диване, насладиться вот этими новогодними праздниками. Но есть один маленький нюанс. Дело в том, что новогодняя распродажа в Steam подходит к концу. Я просто хотел тебе напомнить, что если ты хотел купить какую-то игру или вообще закупиться на год вперёд со скидками до 75%, то сейчас у тебя есть возможность залететь в последний вагон. И, возможно, ты спросишь, ну да, я хочу там вот Call of Duty новый, он вышел не так давно. А как его купить-то, если он в Steam недоступен? Ребят, у меня есть для вас решение. Это сервис Купикод. Начну с того, что там вы сможете найти отдельный раздел «Недоступные игры в РФ» и купить ту самую желанную игруху, которая недоступна в Steam, и получить её на свой аккаунт гифтом. Да, на Купикоде ты можешь как пополнить баланс кошелька с минимальной комиссией на рынке, так и купить желанную игруху напрямую на свой аккаунт, получив её гифтом. И самое главное, что Купикод полностью повторяет распродажу в Steam. То есть все те же скидки, которые ты видишь в Steam, они также повторяются и на Купикоде. Ну и напоследок, конечно же, главное – это безопасность. Никому не нужно давать свои пароли и нигде авторизовываться. Для того, чтобы пополнить свой кошелёк, тебе достаточно ввести свой логин, а если хочешь купить игруху, достаточно ссылки на твой аккаунт. Успей залететь в последний вагон и прикупить игрухи с максимальной выгодой, а Купикод тебе в этом поможет. Все ссылочки я оставляю в описании, и не забывай про промокод, который даст тебе дополнительную выгоду. С Новым годом и хороших тебе покупок. Слушай, мне кажется, спидометра не хватает. Я, конечно, скрыл тут вот этот минимал, сделал, типа, чтобы красиво было. Мне кажется, чё ж, по старой доброй традиции. Хочется, чтобы мы видели скорость, правильно? А то непонятно, еду сколько-то, а сколько еду – непонятно. Все, газ в палас. Давай, мануальный режим. Четвёртая. Как он царит? Он гребёт просто, он беспощадно гребёт. Он, он, он вообще тот ещё гребун. Ребят, ну, я соскучился по дачке. Я реально соскучился. Я на дачке не был в этом году, понимаете? Всё. Надо, подозреваемый убегает, автомобиль до шрам. Что, блядь? Какой подозреваемый? Я что, коп? Я не коп, блядь. Алё, вы чё? Если я на американской машине, на которой копы иногда... Хотя, челленджеры они не используют, чарджеры используют. Челленджеры как-то я, по-моему, не видал такого. Ну, ладно. Я чё-то не понял, к чему мне эта информация. Ну, ладно, друзья, я продолжаю. Подозреваемый сбежал. Кто, блядь, сбежал? Куда сбежал? Я на дачу еду, отстаньте. Что за информация ненужная? Друзья, 270. Две... 270. Торможу. Тормоза. Хорошие. Немножко бочком. А-а-а! Американский друг! Май френд! Where are you from, блядь? Ну, зачем он это сделал-то, я не понимаю. Чуралетаха, ну, мог же притормозить. Видит, тоже, ну, друг-американец едет. Можно сказать, сосед, блядь. Поэтому. По Пенсильвании, по своей этой. Ладно, всё, едем. Друзья, едем. Давайте, всё. Друзья ждут. Реально, друзья, собрались уже. Там всё-таки большой стол накрыли. И я, как бы, тут какой-то хренью занимаюсь. Не могу доехать там дальше. Давайте более реалистично попробуем. Значит, доехать, отдохнуть и уехать. Максимально простой план. Немножко бочком. А что, могу позволить? Я на хеллкете, кто, опять же, смотрел видосы на драйве, тот знает, что вполне зимой на нём я исполнял. И исполняю. Но тут, друзья, немножко другая ситуация. Так, сейчас надо сразу в свой ряд уходить. А, как почувствовал! Слушайте, было или не было? Мне кажется, не было. Как говорится, не ебёшь, что сказано, когда не доказано. Правда, так не говорят, по-моему. Ну ладно, торможу, торможу. Какие-то детали отваливаю. БМВ старая, блядь. Так, оп. Вот он, челленджер, а? Смотри. Кто там говорил, что машин не рулит, не тормозит? Пожалуйста, 10.95, как на круизе дал и поехал на дачу. Так, ребят, пока всё очень даже неплохо складывается. Смотри, просто в отсечку как бы, да? Вот не придумали 10-ступенчатую коробку. Не поставили и всё. Видишь, восьмая передача в отсечке. Так, сейчас вот будет сложно. А пофиг на удачу. Я ж на дачу... Вот это опасно сейчас было. Я не знаю, что там за блондинка была на этом тахо красном. Но это могло плохо закончиться. Ребят, хреначу на удачу на дачу. Нормально, да, звучит? Слушай, мне везёт поток. Сейчас ещё все спят, блядь, после Нового года. Смотри, поток маленький. По обочине обойду, аккуратненько. Так, тут какой-то замес, блядь. Ох ты, блядь, пробка. Приди просто пробку так, по обочине. На 300 километров сейчас просто объехать. Так, подозреваемый. Какой подозреваемый? Кто убегает? От кого, блядь, убегает? Информацию можно какую-то более подробную? Ребят, тем временем, конечно, не без обочины. Хотя у нас в правилах, на самом деле, это... Сбежалка. Ох ты, блядь. А что это за встречка сейчас была такая? Наказать всех? Что они нарушают-то, я не понимаю. Так, ребят, слушай, мы почти наехали. Сейчас звоню. Алло, Кирюх. Кирюх, Кирюх, топи, топи баньку. Еду. Да, одной рукой рулю, другой счастье слезы вытер... С тобой разговариваю. Торможу. Кирюха! Баня! Киря! Блядь, Киря, я уебался. Ничего, ничего, живой пока. Давай, давай, топи, топи там. Давай. Все, едем, 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 едем. Так, ребят, немножко зеркало там. Ну, знаешь, машина... Ну, блядь, все. Все, Кирюха не дождется. На самом деле, друзья, все так примерно и заканчивается всегда в этой рубрике. Но давайте теперь использовать главное правило. Главное правило честности, добираться до дачи, это, конечно же, соблюдать... Чуть-чуть хотя бы соблюдать правила дорожного движения. И прежде всего, есть одно главное правило. Знаете, в каких-то странах лишают прав за, значит, сплошную, еще за что-то. У нас основное правило без обочин. Остальное, как бы, ну... Американский друг, блядь! Он реально, my friend, you are, заебал реально меня. Ну что он... Он... Ну как он... Съебывать начал? Он съебывает! Подожди, а что он все... Ты видел? Он поехал. Понятно, пьяный. Ясно. Понятно. Продуться бы ему. Продуться бы ему как следует. Так, ладно, друзья, это все, конечно, был сон. Все, позвонили, друзья, такой... Ой, бля... Не, ну это я не им сказал, это я так, вслух просто. Вот, я такой, алло, да, my friends, привет! I am American boy, because you are challenger Hellcat. Так, душа, аккуратно. Ух ты, блядь, смотри. А вот так-то, да? А так тоже можно? Боя-то там на корве эти пацанчики-то. Согласен. Это, вот... Я всю жизнь говорю. Мои боны ни до чего до хорошего не доводят. Все, ребят, конечно, уже был сон. Плохой сон, такой, оставим его в прошлом году. Ну, давайте теперь вот реально. Все, я сел в тачку, прыгнул, прогрел тачку, взял новогоднюю заначку и поехал на дачку. Все. Все-все-все-все-все. Опа. Все, у меня там бутылки, это самое, видишь, плещутся у меня в багажнике. Вот она, снова угодаста. Не, ну я не понимаю, ну что это за... Ну что это... Какие подозреваемые? Я не понимаю, что у меня за машина с историей, что ли? Она, может, реально была шерифовская какая-то? К чему мне эта информация-то? Так, ребят, ладно. Кстати, никому не рассказал, но я перешел в салон. Видите, он прекрасненький. Такой нарядный. Вот, все. Блин, почему внутри ничего не слышно, а снаружи петли сценарет? Снаружи он так орет, что... Ай-яй-яй-яй. Еще свистит. Свинюшка такая прям. Так, все, ребят, ну конечно, надо реально уже доехать до дачи. Все. Все, реально, друзья ждут. Друзья, подруги. Ну вот обочина была. Так-то, если уж... Ну давай, ладно, один раз можно, один раз можно. Один раз, как говорится, можно. Можно. Так, ну что? Торможу. Ну вот опять обочина, понимаешь? Беззабочина, как будто жизнь не мила. Жизнь не мила. И не Людмила. Саня, вообще не скажу, что... Что за импровизация тут была? Так, вот взяв, мы выбегаем, ауди и трон. Понял. Очень интересно. Я еще на дальнем хуячу. Ну так сказать, чтобы меня видели все. Но должны меня же видеть издалека, правильно? Обгон. Вот это было близко. Это было близко, ребят. Давайте вот честно. Честно, это было близко. Это было близко. Так-так-так-так-так-так-так-так. Слушай, нормально. Восьмая передача, у вас сесечки, как бы, все как нужно. Так вот, по-моему, сейчас нужно... Главное, засейвил. Да, понимаю. Да, понимаю, некрасиво. Так, тихо-тихо-тихо. Я сейчас буду... Сейчас буду... Опасно. Жопка-то виляет. Хеллкэш все-таки. Заднеприводный. Мощный. Так. Сейчас, сейчас. Опа. Обочину. Придется обочину брать. Ну, бля, ну это не то. Нет, Сань, давай вот это. Это халлява. Это халлява. Ну, что это такое? Можно нам по обочине, да, все время ехать и все, и доехать до конца. Ладно, Кирюха опять звонит. Алло, Кирюх, я опять в том же месте, где прошло... А, ты же не знаешь, да. Короче, я еду. Да, осталось чуть-чуть. По обочине? Давай, давай, один раз... Ой, зеркало отлетело. Не вижу, что сзади меня. А, правильно. Мне же не важно, кто сзади меня. Я же спереди. Ха-ха-ха. Да, Кирюх, ты прав. Давай, давай. Все, Кирюх, сейчас буду. Все, все, все. Ничего там не расплескалось, не сы, блядь. Я одной рукой рулю. Все, по обочине обошел. Почти доехал. Давай, давай, скоро, скоро... Топи, топи, топи. Топи баньку, давай. Все, Кирюху ждем. Так, по обочине... Ладно, могу позволить. Могу. Главное, до дачи доехать. А самое главное, обратно уже. Ну, блядь. Я до последнего почему-то верил, что я успеваю направо нырнуть. Потом я понимаю, что я не успеваю направо нырнуть. И надо было... Ух, какой сэндвич. Ой, какой сэндвич с говядиной, блядь. Ой, какой сэндвич. Ой, какой... Ой, какая колбаска в виде ауди получилась. Ты смотри. Вот это сейчас нормально приплюснуло. И пацанчик на корвете приехал так вовремя, да? Туарег, смотри, бесится все. Туарег бесится, пытается проехать. Но, братан, тут как бы такая ситуация, что походу дальше мы никуда не поедем. Так, ладно, друзья. Давайте теперь реально попробуем. Теперь попробуем не на быстроту, а на аккуратность. То есть нам нужно реально... Вот смотри, я же не буду так ехать по трассе, правильно? Вот так буду. Так буду. Оп, вижу какой-то прецедент. Объехал. Оп, немножко раздал. Оп, свою полосу вернулся. Все. Давай вот без борща. Без борща, реально. Без борща давай. Так, ну здесь можно бачком пройти. Убегает Х5Е7. Он реально убегает? А зачем он убегает-то от меня? Блядь, смотри, он реально убег... Что? Ты куда, э? Ладно, давай. О, короче, походу... Бля, подумал, что я мент. А я не мент, блядь, я обычный пацан. Сыча делает. Он реально пытается убежать. Э, тормози, блядь! Дурак, блядь! Куда? Что, походу, чем-то это кончится, бацан, и плохим. Пиздец. Я вообще не мент. Я вообще никого не трогал. Куда он начал сбегать? От кого? Так, друзья, тем временем, без обочины. Без обочины. Без обочины. Тормозим, 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 тормоз... Так, успеваем. Успеваем, тормозим, успеваем, тормозим, тормозим... Это не обочина, он мне сам уступил, он про... Ой, 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 ой... Что это такое? ты дурак ты вообще блядь на своей ауте что ли куда ты блядь что происходит я не понимаю алё что он делает зачем он меня протаранил вот ты чё блядь что коровец снесет блядь пролетел хорошо я не понял вообще приколы сейчас я никого не трогал я ничего не хотел ни от кого я просто тормозил потому что впереди извините меня аварийная ситуация за что надо было меня таранить я не понимаю так ребята я должен доехать до дачи я даже до одного конца не доехал понимаете даже до одного конца не доехал успею продрифтить ты видел он специально ударил меня потому что он подозреваемый а я нормальный человек я не знаю зачем меня стоп происходит так ладно все пятая передача шестая на серьезных на серьезных шаг надо мне доехать опа 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 дтп ничего страшного объедем ну тут не считаю а как я по-другому объекту все без обочины без обочины пацаны немножко бачком где-то как-то что-то так впереди успеваю успеваю как раз опа рассчитливый а рассчитливый какой освощи нормалек нормалек все сейчас так давай давай топи баньку топи топи баньку так чё там в отсечке нормально едем по встречке в отсечке на встречке по встречке нас хреначу на удачу на дачу хреначу по встречке до отсечки пизда причем сначала там можно было что-то законтролировать и как минимум избежать второго ттп я как бы по касательной конечно прошел не знаю как там корвету а это не корвета то я трон вот так не очень плохо и не очень хорошо да как говорится такой ударчик неприятный так знаете что мне кажется как будто бы халкет не подходит ли этого нужно достать какой-то свой другой автомобиль и в этот момент дорогие друзья наша рубрика переименовываются из фигачу на дачу в еду качусь я не знаю стилю передвигаюсь перемещаюсь я не знаю какие можно еще слова спокойно и подобрать потому что я пересел на свою соточку так люблю эту тачку реально тут немножко конечно салон другой чутка хотя ладно в целом неплохо так от меня и по или нет Слушай подожди а у него там есть кайф короче подожди я сначала должен это будет немножко уныло из-за того что-то медленно а тут подожди он такой валкий бля как в реальной жизни просто можно как будто на два колеса легко поставить пацаны короче я взял грузачок сотый и знаете ли ну не в скорости счастья не в скорости счастья главное я сейчас не шучу подождите и стоп вы понимаете что реально можно ехать медленно но попробуй там тоже правильное решение прими в тот или иной момент так все ребят я хреначу на дачу на сотке посмотри вот сейчас я уже не успею ау затормозил так подожди 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 вот сейчас скорость конечно не будет она больше 180-200 но главное в нужный момент понять как действует стоять 150 сушь похоже очень набирает еле-еле вот тут она ну кстати даже наверное здесь быстрее сотка в реале конечно не такая быстрая но хотя похоже очень интересно какая у нее максималка так ребят иду на обгон блядь я каждый раз в жизни боюсь это делать на сотке потому что в гору давай так хорошо ребят зато больше всяких напитков взял с собой багажника большой опа пошел на обгон тихо тихо в ну-ка бля если бы я взял сейчас челлендж был бы без тормозов и без обочины это пиздец не успеваю и поехал все равно правильно блять не успел вот она сотка смотри вообще просто разорвала тачку а ей дальше ей ей все она даже дальше спает смотри ребята спрашиваете почему я люблю сотку полицию запасное вылетело хотя пока не запасное моё переднее правое вообще оооо вот так только только таким образом все эти джей зеты вот эти всякие у зеты вот эти всякие вот эти всякие моторы вот только таким образом вот можно вот как бы устранить и сделает так что хотя По себе знаю, что не только так Ну ладно, не будем о грустном, друзья, все-таки Новый год, праздник Так вот, вы поняли, да? Что скорость-то не влияет, потому что попробуй тоже Вот как бы до дачи доехать Блядь Ха-ха-ха Что там было? Там корвен был на встречке, я его как-то вырулил В заносе, что? Может и так же, блядь? Что, пацаны, ждать облог? Так я еду на дачу на сотке Блядь, она очень балка Она еще скорость теряет при... Ладно, придется, по обочине обойти На такой машине можно, вот реально, на такой машине вот свернуть Что это вообще? Это как будто дорога просто Такая же дорога, как и асфальт Вообще без разницы Так, блядь, 170 Не торможу, обгоняю, успеваю Страшно, блядь, 180 Блядь, кажется, я потею больше, чем на халкете 185 Сотка давай, жми Жми сотка, давай, блядь Блядь, не успею Чуть сбавить лучше Ну быстрее, блядь, ну что ты как этот едешь Ну это просто пиздос, я не понял Я замедлился, он тоже замедлился Не, ну он выглядит очень, как бы, да, солидно То есть Саня Булкин, как бы, ну реально Пытается сделать все возможное, чтобы доехать до дачи Ну немножко Кстати, у меня в этом же месте было повреждение на сотке В прошлом году, когда ворота открылись Ну опять же, кто смотрит видосы с тачками Кто знает, ну как бы не так жестко Там чуть-чуть, этот самый, чуть-чуть крыло Переднее правое тоже Ну тут попа жестче, конечно, будет Ворота, короче, открылись И там небольшая дамага произошла Соточки, ну там фигня Так, ладно, едем, едем 160, друзья, 160 Ну, блядь, там что-то проблема, по-моему Блядь Блядь, я даже, не, подожди, я просто думаю Пошутить или даже шутки какие-то Блядь, аж Да Ну Блядь, просто Блядь, это пиздец Это что-то жестко было И фары работают Может, знаете, загорятся А где фары-то остались? Они точно не работают Просто это же сотка Тут, я тебе говорю Они могут быть не на месте Но не будут работать Это нормальная ситуация Так Хочу что-нибудь другое взять Ну вот на таком аппарате, я думаю, можно вообще Без каких-либо трудностей, в принципе Доехать и до дачи, и до дачи Но как бы, друзья Я слабо себе представляю Что я, конечно, бы вот так вот решился Бо на таком Как он тут едет? Блин, ехал бы он так в реальной жизни Вообще и цены бы не было в этой тачке А-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну тут, конечно, другая версия Тут Turbo Air Bentley, а не Rolls-Royce Как у меня Поэтому он, конечно, был, так скажем, была валящая версия от Бентли Мне кажется, он так бы не ехал Это что-то вообще борщ Ребят, прикиньте, вот реально Кстати, если кто, тоже сразу информацию предоставлю Информацию не знаю Это все, это у меня, знаете, это У меня, короче, из-за того, что у меня на челленджере думали, что я коп И я теперь такими фразочками буду выражаться Граждане, я предоставлю информацию вам, в общем-то, насчет Роллс-Ройса Который, собственно говоря, в починке находится Вот, и скоро выйдет, я думаю, ой, бля, он греется Бля, я тоже греюсь, а так потно на самом деле Бля, он как-то еще контролится, я не знаю, как это происходит Слушай, либо мне везет, либо это идеальный баланс Ничего, а ничего, собственно, а что такое? У меня тоже зеркала на месте А что-то было? У меня зеркала на месте? На месте Значит, едем дальше Правильно? Правильно Почти, блядь! Подожди, что? А, колесам пизда Да? Или нет? Что? Подожди, что случилось-то? Что случилось? Влево тянет! Блин, налево тянет периодически каждого Серьезного Вот это грустная картина, давайте так откровенно Это грустно Это грустно То есть, вот, как бы, такой, к-чау в две стороны Как бы, вот так, давай хотя бы К-чау Вот так могу К-чау, блядь, подожди К-чау Не смешно На самом деле грустно Реально такое смотреть Потому что Блин Ты чё? Э! Тормози, блядь! Оформляться будет Пиздец Смотри У него особо повреждений нет А Роллс-Ройс уже всё Вот попробуй Обмен данными о страховке выполнен И кто будет выплачивать, мне интересно Где-то запчасти ты найдёшь Попробуй найди тут Тут всё, блин По одному месту пошло Так, друзья, ладно Давайте Последний раз Реально Реальная ситуация Реальная ситуация Еду на дачу Еду на дачу Всё Вот мне нужно просто доехать Без тормозов, как оно есть Ну, видимо, друзья меня не дождутся А мне, знаете ли, в городе хорошо Вот я попробовал доехать И на челленджере И на крузачке даже попробовал Ну, не получилось Ну, не получилось Что я могу сделать? Ну, вот Ну, значит, в городе мне отмечать и отмечать Так, хреначу Хреначу дальше надо Охуеть, блядь И что это было? У меня колесо пробито Причём, блядь, я Не понял, что там Кто мне кинул? Переднее левое колесо пробито Просто на ровном месте Там либо лежало что-то, либо Чтобы вы понимали Как бы машина Стала тяжелее управляться Я вообще Я не отпускаю газ, ребят Либо Роуз-Ройс скажет Бля, мне нравится Он, блядь, как танк Просто, блядь Вообще, просто Просто Смотри, и дальше Смотри, хреначу Красиво Красиво Вопросов нет Красиво было Но до дачи, друзья Так и не доехал Так и не доехал В очередной раз Хотя Был момент Самый удачный автомобиль Это была Ауди ДТРС Я хреначу Помните, там была Он прикалывается? Я в суд подаю на него Что это такое? Что это за поведение? Что это за Что за типичный BMW-шник? Ещё Бернаут делает Смотри, хулиган какой В общем, друзья Обязательно эта рубрика продолжится И когда-нибудь Несмотря ни на что Мы доедем до дачи А, видимо, Новый год Суждено мне отметить В городе Не, не, не Стой, 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 стой Блядь Стой, блядь Что Что за мясо происходит? Алло Тормоза для трусов Или что это такое? Друзья На этой ноте Серия подходит к концу Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать Следующие Серии Вставляйте ваши Комментарии Причём вы заметили, да? Сначала это было всё не так уж и плохо До какого-то определённого момента До новых встреч Всем удачи И всем Пока-пока С Новым Годом